Ну, хорошо, значит, мы получили несколько вот таких интуиций. Несколько интуиций. Первая Аристотелева, она предполагает, что форма равна себе, и форма сознаёт себя, как некая определённая форма. Тогда в этой форме становится некое конкретное содержание. Становится как конкретное содержание. Это, вообще говоря, хорошая и сильная интуиция. Я по Эрмитажу бродил, смотрел недавно. Горшки первобытные, неолитические. Из глины, из камня. Человек действительно удерживает форму кувшина. Держивает форму кувшина, и в этой сознающей себя форме глина делается глиной, камень делается камнем. Гейгер, в отличие от этого, начинает с оставшего предмета. В феноменологии он начинает с некого ставшего предмета. Ночь уже имеется как ночь. Ничего она там не становится ночью, не делается. Она есть ночью. Перед нами некая ставшая определённость. В феноменологии тоже определённость. Сознание формы этой определённости превращает её из определённости в простое бытие. превращает его в предмет, как предмет, или содержание, как содержание. Как видите, тоже гейгер работает с формой. То есть, знание есть форма. Возникает ситуация, когда мы берём чувственную форму, как форму предмета, чувственного жертвы. И когда мы сознаём форму, чувственную форму, как форму чувственного предмета, предмет получает смысл бытия, определённое бытие, определение бытия, определение простого есть. То есть, когда мы осознаём форму, чувственную форму, или форму чувственного предмета, как форму, то возникает, точнее говоря, ситуация тождества сущности и существования. То есть, возникает такая интуиция, когда ночь – это то, что есть. Тождество сущности и существования. Ещё раз, когда мы осознаём форму ночи, как форму, а это, конечно, чувственная форма, которая воспринимает ночь, когда мы осознаём эту форму, как форму, мы добиваемся вот этой интуиции тождества, сущности и существования. Ночь – то, что есть. А то, что есть – это ночь. Как видите, сравнивать можно, конечно, феноменологию Геккеля с, ну, по крайней мере, проще сравнить феноменологию Геккеля с аристотелевской позиции, потому что и тут, и там речь идёт о чувственном предмете. Сравнивать удобно. Значит, мы получаем некие две интуиции. Одна интуиция, как я, собственно, уже сказал только что, заключается в том, что когда форма сознаёт себя как форму, форма кувшина сознаёт себя как форму, то это некая творческая ситуация, которая переводит глину, если кувшин глининый, из возможности в действительность. А если мы имеем действительный кувшин, глинин, вот закончилось творчество, такая ситуация, я даже не знаю, аристотелем предполагается или нет. Потому что если ситуация, это, как называемая творческая ситуация, если эта ситуация закончена, и мы создали кувшин, то есть нам только подпереть головку и на него любоваться, на этот кувшин, есть такая привычка у творцов, сделав что-то, потом долго сидеть и смотреть на то, что сделано. Если мы придадимся этой пагубной привычке подводить итоги своего творчества в виде прекрасного глиняного кувшина, например, то уже не совсем понятно, не является здесь уже форма кувшина, принадлежащая, собственно, глине. Перед нами есть некий глиняный кувшин, как и сам говорит, нечто составное третье, которое как бы есть сущность, глиняный кувшин сам по себе, и уже тут какая-то динамика, актуальные формы потенциального содержания уже, видимо, не существует. Эта динамика, эта диалектика ставшего и становящегося перед нами, вот глиняный кувшин, и всё. вещь, сущность. Гегель говорит, что если в этой сущности, я вообще не хочу сказать, что Гегель начинает там, где заканчивает аристотик, хотя, в общем, почему так и не сказать. Рецепт Рюсамбери этим заканчивается, вот глиняный кувшин, вот была актуальная форма кувшина, в этой форме блина стала глиной, и возник, наконец, в результате глиняный кувшин, можем отойти в сторонку, и, на самом деле, наше дело закончено. уже больше непонятно, чего форма будет делать с предметом, если глиняный кувшин готов. Гегель говорит, что если теперь мы возьмём этот глиняный кувшин и осознаем в нём, слушайте, что Гегель говорит, да? Если мы возьмём этот самый глиняный кувшин и его форму, чувственную форму, осознаем как форму, то мы получим уже не уже не глину, а предмет. Простое бытие перед нами никакая не глина. Вся какая-то другая ситуация. Причём и тот, и другой, ну вот, не знаю, право, что с этим делать. Две такие интуиции, которые мы вот эту очередь рассматриваем. Сидим и рассматриваем. Оба и Аристотель и Гегель Ну, условно, Аристотель, я уже не говорю об этом, говори, но уже условно, Аристотель, потому что на самом деле чуть не бездна философа Гегеля так рассуждают по Аристотелю. Вот и Аристотель и Гегель начинают с начала. Но Аристотель началом является и условием движения от этого начала является схватывание формы как форма. Осознаю форму как форму, и красная делается красным, глина делается глиной. Прекрасно. Гегель тоже начинает сначала. Осознаю форму как форму, но уже ставшего предмета. Уже, так сказать, остаканена этой глиной. Беру форму этой окушиненной глиной и тоже начинаю с начала. Передо мной простое бытие. или, точнее говоря, с тождества глины и бытия. Тождества ночи и бытия. В логике Гегеля значит, и в феноменологии, если постоять на феноменологии ещё, то в феноменологии Гегель говорит, что в этом бытии мы с самого начала различаем два смысла. Это и этот. То есть мы схватываем чувственную форму как форму предмета, возникает интуиция бытия, но эта интуиция бытия не есть интуиция предмета данного как предмет. А в этой интуиции с самого начала Гегель говорит, то есть другая ситуация, в этой интуиции мы с самого начала различаем это и этот. То есть предмет и чувственную форму. Я не знаю, я почитал, подумал, я не знаю, что Гегель понимает под эту. потому что это у нас изначально некое творчество сущности существования. Ночь то, что есть, ну, или то, что есть, это ночь. причем, еще раз, ночь здесь не существует существует как некая конечность среди множества конечных. да, она одна. Она одна, но в то же время она конечна. День не предполагается, да, что день есть. Поэтому-то мы исхватываем ее форму как форму. Она конечна, но в то же время она одна. Но все-таки она же пример. То есть она, значит, она не одна, а еще есть типа день. Да, он тут же говорит, что она в то же время и пример. Но то, что она, только она и есть, или только она и есть бытие, как бы, может значить, наверное, что это пример. Но что Гегель имеет в виду, когда Гегель говорит, что здесь же мы находим рядом множество других примеров, нет. Нет, там не идет речь про множество примеров. Там же по поводу одной ночи выясняется, что она есть ночь и пример ночи. То есть мне кажется, что когда-то давно, когда мы подробно обсуждали феминологию феминологию духа Гегеля, у нас была такая идея, что пример здесь выступает не как предмет, а как понятие предметов. То есть это то опосредование, которое уже есть между этот и это. предметов. А дальше оно просто будет раскрываться. Но здесь оно уже присутствует в такой загадочной форме примера. То есть когда он говорит, что это пример, это не означает, что мы подозреваем, что предметов много. но просто это предмет и понятие предмета и идея предмета. Он не просто говорит это, а единичное это. Разумевает, что этих много. То есть это не одно. Единичное. Мысль единичности состоит в том, что этих единичных много. Нет, смотри, мы же еще не сделали следующий шаг, когда день сменяет ночь. То есть здесь действительно есть только ночь. Это, конечно, парадоксальное утверждение, что есть только ночь, то есть есть только одно конечное бытие. То, что оно сменится днем, это доказательство его, и следствие его конечности. Но когда мы просто знаем его в качестве конечного бытия, мы еще не знаем, что есть там утро, вечер и день. ничего этого еще не знают. То есть единичное, по-вашему, это просто конечное? Да, я думаю, что просто конечное. Ну, по крайней мере, вот смотрите, преимущество Аристотеля в том, что действительно форма не порождая, скажем так, опосредует собой предмет. Опосредует предмет его определенность. Именно форма делает красное красным. А у Гегеля красное уже есть, ночь уже есть, самым бесстыдным образом, да, какого-то мы с империумом имеем дело. Вот ночь, вот она. Откуда, чего, какая ночь, если весь мир есть, почему не пойти спать тогда уже? Аристотель, по крайней мере, без сознания никаких определенностей нет. А у Гегеля вот она ночь, вот он день, всё наличествует. Но Гегель утверждает, первое, что мы знаем на самом деле о ночь, это только то, что она есть. Мы не знаем, что она ночь, в каком она отношении относится к ню, мы знаем только то, что она есть. И сказать о ночь мы можем только одно, она есть. Больше мы ничего не можем сказать, мы не можем опять же сказать, что это ночь. Но тем не менее это конечный предмет, с самого начала конечный, с самого начала мы дадём его форму, как форму, как чувственную форму, и этот предмет просто есть и в этом но более того в этом простом есть речь идет не только о предмете потому что еще раз самого начала гиги в этом есть мы различаем это и это потому что понятие предмета может быть только одно что у меня есть у кого другого другим понятием мы не располагаем а дальше уже переходит движение скажем к вещи и свойству вещи то есть выстраивается некая формальное движение еще важно что он чуть на достоинство пытается принять именно непосредственно без помощи понятия не используя никакого употребления а вещи как раз он уже соглашается с тем что он будет какой-то мастер когда мы берем что-то непосредственно они может это то что она ничего сказать потому что все остальное требуется последствия ну хорошо в общем нам действительно очень сложно сравнивать гегель с предшествующей традицией потому что гегель не рассматривает опосредование качества качество самом деле предположено качество на готового качества но и совершенно без нас независимо от нас образовалось только если будет точно мне кажется здесь вот как по слову качество неудачное потому что как раз следующий главе где вещи там у него все качества и свойства они друг друга опоследуют они как раз все даны через друг друга и их множество именно потому что они как бы друг друга определяют а ночь ведь это как бы не качество это что-то другое потому и ночь а не какой-то отдельный предмет просто вот нечто как бы вам всю ширину ну правильно мы как бы нельзя сказать что это качество это как бы что-то вот что-то такое единичное здесь и сейчас вот так что-то вокруг тебя это просто качество взятое не в соотнесении с качеством некоего предмета а просто качество взятое как таково только было ни в коем случае не клубиться клубиться вон оксагород не клубиться не клубиться да а здесь она определенная за границами ничего там не клубиться в том-то и дело что в Гегере ничего совсем да не перемешивается не клубиться там ничего такого вот то есть Гегер совершенно бесстыдно начинает работать с конечной ночью так как будто она создана там если вся слава весь смысл аристотельского построения в том чтобы объяснить как красное сделалось красным это собственно вся есть философия в отношении потенциального и актуального это все то что в аристотеле является стержнем и чуть ли не всем содержанием движения Гегер совершенно бессовестно кладет ночь в качестве ночи и работает уже с формой ночи как чего-то ставшего имеющегося да ну вот так не бывает во всякий раз нет такого опыта когда ночь у нас является бытие во всякий раз для нас ночь это является примером бытия нет она и то и другое она и всякий раз всякий раз когда мы охвачены ночью мы понимаем что она как бы пример бытия казалось бы вот у аристотеля казалось бы что такое горшок в прямом прочем это горшок как ни странно да ведь горшок для него а теперь ночью горшок и ключ да не пример бытия не бытие как таковое а просто горшок то есть акцент делается на определенности вещи это два странных философа нам показали горшок спрашивают что это он отвечает горшок а потом еще более странный философ показали это он говорит что это бытие вот а наименее странный из них философы которые говорят что здесь это пример бытия и только сразу же то что вот этот единственный философский опыт который здесь возможен по отношению к старшему предмету это то что мы понимаем находящийся перед нами предмет в качестве примера бытия пример бытия как бы не странно звучит ну пример просто чтобы это было сначала да то есть таким образом мы понимаем что с одной стороны это бытие а с другой стороны это определенность ему совсем не дождественно она может на этом на этом месте в качестве чего-то существующего может явиться и что-то другое вот этот опыт казалось бы является опытом сознания настоящий ну игорь ты хочешь сразу здесь развернуть сложную диалектику а рассмотрению подвергается самый вот первый полушаг который делает гений ну вот а ты на его месте уже выстраиваешь то что у него будет там сильно дальше первая интуиция которую видят вот эти три странных философа она вот как бы разная то есть все таки есть еще очень оправданная вещь и многие живут в этом мире что когда видят перед собой ночь и их спрашивают что это ночь видят перед собой горшок и спрашивают что это и они отвечают горшок аристотель говорит не горшок видимо все таки не так отвечает он отвечает составное сущее дальше объясняет из чего состоит и постоянно говоришь сегодня 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 нет никакой человек была глина он пришел из него сделал горшок ну что как не инженер творец не творец даже кстати не творец ваша идея про инженера зиждилась на действительно интересном замечании что физика работает уже с готовыми сущностями что красная уже есть красная температура уже есть температура тогда что это только инженеры но мы эту идею еще таки если вы помните скажем так отложили на потом отодвинули в смысл вашего термина инженера заключался именно в этом ну хорошо творец творец в смысле отличается от инженера то есть то есть тогда ты должен инженером назвать гегеля да да еще гигеля ну извини дорогой такая логика у тебя нет инженер это тот кто знает по какому то известному образцу что то создают ну красный например или горшок может быть нет может быть слово инженер слово инженер мы употребляли и ты употреблял кто-то комбинирует готовыми качествами разве ну да ну не важно да нажимаем инженером должно даже понимать пусть инженер будет важно что он скажет что это действительно замкашок это составное третье здесь тоже есть есть сложная когда у аристотеля тоже есть различия которые до сих пор никогда не проводили когда получается что двусоставное сущее в каком смысле ну первое то что обычно ему приписывают это то что когда потенциальное становится действительно и было потенции где Kristus а есть и другой смысл который тоже можно приписать где-то там есть этоЕ, когда у нас вероятное становится действительно пусть эта вероятность была стопроцентной но эта вероятность становится действительно инженер это другой разговор почему потому что когда мы говорим о потенциальном артуальном Одно что-то одно переходит в как бы другое. Просто медь подразумевается, одна из составляющих сущностей, переходит в медь оформленная. То есть медь в этом смысле действительно потенциальная и актуальная. А вероятности здесь как-то совсем иначе. Вот было что-то, вероятно, мы думали, вот там медь. Мы пришли на него, посмотрели, и она стала медью действительной. Вот такая еще. Актуальная и действительная, это по смыслу слова одно и то же. Она стала действительным в смысле из вероятностного. Из вероятного перешла в действительность. То есть смысл потенциального и актуального, и вероятного и действительного, он несколько разный. Ну, это все, что я хочу сказать об этом. Ну, безусловно, безусловно. Философия не пользуется. Ну, Юм, конечно, работает с этим даже очень. Но вообще философия не пользуется понятием вероятности, а пользуется понятием потенциальности. А уже готовая вероятностная, которая может никогда не стать действительным, хотя она готовая, в случае философии не работает. Ситуация, она не имеет, с философской точки, по-моему, не имеет никакого смысла. Это математическая некая вещь очень важная, разумеется. И Юм действительно с этим работает. Но так всерьез, конечно, важно понять, что мы говорим не об этом. Мы говорим о потенциальности, но не о вероятности. Это вероятностная вероятность. Это вероятностная вероятность, что вообще не будет обходить далекой стороной. Вот, значит, каким-то образом... Значит, у Аристотеля знание формы себя означает становление содержания, у Гегера знание формы себя. Это та же самая форма знает себя, как форма. И даже, в общем, верно и даже и так, что форма знает себя, как форма предмета. Потому что пустая форма неприемлема ни для Аристотеля, ни для Гегеля, вообще ни для кого. Она просто неприемлема. У Гегеля, конечно, и у Аристотеля, конечно, должен быть всё-таки становящийся предмет. Невероятный, а именно становящийся, то есть уже переходящий от небытия к бытию. Предмет должен быть. Уже настолько, что он, как бы, там уже и есть. Не пустая форма. Так что можно сказать и так, для Аристотеля форма, знающая себя как форма предмета, есть что? Причина становления качества. Ну, в нашем смысле слов. В Аристотельском, там, фистовском смысле слов. Становление качества. А у Гегеля знание формы себя как формы предмета, то есть опять чувственного предмета. Чувственного уже. Всё то же самое. Знание формы себя как формы чувственного предмета. Вовсе не есть причина становления ночи как ночь. А есть причина мыслить ночь как нечто просто существует. Или какого причина мыслить тождество ночи и существовать. Совершенно вот разная работа, казалось бы, с одним тем же философским определением. Знание формы себя как формы предмета. В одном случае мы имеем красное как красное, в другом случае мы имеем красное как бытие, как существование. И очень трудно это соотнести. Хочется как-то соотнести, да? Вот у Аристотеля мы нашли круг. Вроде как нашли круг. И этого достаточно, вообще говоря, чашкой обвинения этого достаточно, чтобы опровергнуть Аристотеля. Если действительно здесь круг, то не о чем и говорить. Но вообще сравнивать их трудно. Хотя, в общем, вы, наверное, правы действительно у Аристотеля, а у Гегеля ночь есть пример бытия. То есть в этой вот интуиции тождества ночи и бытия, сущности и существования, в тождестве ночи и бытия ночь есть бытие и в то же время пример бытия. Ну, значит, это такой способ для Гегеля здесь различить сущности и существования в этом опыте. Хотя вроде бы и тождественные, но элементы он указывает различающие. В этом смысле. Тогда пример ночи – это сущность ночи, а ночь как бытие – это просто ночь как сущее. Наверное, вот было вспомнено справедливо, что у Гегеля тут же рядом сказано, что это – это единичное это, а этот – это единичный этот. Но тогда как бы, потому что если пример, то тогда бытие – это, не знаю, все-таки простое всеобщее. Но не единичное. Но не единичное. Ну, скажем, не только единичное. Не складывается у меня вот такая законченная картинка, как Гегель, чтобы все слова гегелевские в начале феминологии уложились. Еще и непосредственно надо уложить тоже. Это же непосредственно, без помощи понятия. Бытие должно быть не всеобщее бытие, но только непосредственно. Ну, да когда достигается тем, что оно единичное, да, что весь единичное бытие находится в соотношении с единичным некоторым. А некоторого последования между ними, как чего-то, дети, ровным счетом, нет. Поэтому он называет это непосредственностью. А потом же он в логике будет говорить, что простое непосредственно – это и есть бытие. То есть слово «непосредственно» и «бытие» у него связано. Ну, да. Ну, это как бы тому, что как бы здесь важно вспомнить ответственность. Значит, в феноменологии мыслящая форма отличает от себя чувственную форму. Мыслящая форма познаёт чувственную форму как форму предмета. И возникает ситуация бытия, в которой опять же мыслящая форма, мысль, различает это и этот. Единичное – это, единичный – это. То есть другое бытие. И движение, которое здесь усматривает мысль, заключается в том, что сначала за бытие принимается это, а затем за бытие принимается этот. А уже потом происходит некоторое снятие и дальнейшее движение. Но с самого начала есть это и этот. И это чувственные – единичные. Это и этот. Почему? Потому что мысль отличает от себя чувство. В логике этого отличия нет. Мысль сознаёт себя, мыслящую форму, как форму предмета. И мы получаем понятие бытия, в котором нет уже некоторого чувственного смысла. И в понятии бытия мысль, которая сознаёт себя, значит, в феноменологии мысль сознаёт чувство, чувственную форму, а в логике мысль сознаёт себя, мыслящую форму. В обоих случаях как форму предмета. В феноменологии мысль сознаёт чувство, как форму предмета. В логике мысль сознаёт себя, мысль, как форму предмета. Во втором случае в логике мы имеем опять бытие, опять бытие, как некий предмет, уже как предмет. Понимаете, здесь в логике, я вот подумал, не знаю, прав ли это надо обсуждать, в логике уже бытие не распадается с самого начала на это и этот. А у нас с вами как бы вроде как распадается, потому что что мы говорим? Мы говорим, что бытие есть некая данность предмета, а не что, то есть сознание предмета, бытие, а не что есть сознание я. А тем самым мы воспроизводим, немножко по-другому, воспроизводим ситуации это и это. Значит, если мысль… Хорошо, а чем это противоречит тексту логики? Вот ведь в чём вопрос. Ну тем, что, противоречит очевидно, противоречит тем, что у Гиггера совсем нет этого я. При обсуждении ничто, Гиггер никак не ссылается на отношение формы с собой, как чистое отношение, чистое опосредование, когда предмета просто нет. Значит, смотрите, в логике какая, мне кажется, возникает… Какие возможны интерпретации ситуации? Значит, форма сознаёт себя в логике. Форма сознаёт себя как мыслящую форму предмета. Или просто как форму предмета. Предмет получает значение определения бытия, и в этом предмете мысль, сознание соотносится с собой. И как ещё можно сказать, сознание или мысль полагает свой предмет. или полагает себя в предмете, как хотите, можно говорить. Мы имеем некий предмет, в котором мысль сознаёт себя, в котором мысль соотносится с собой. То есть здесь, как мы говорили в прошлый раз, здесь чистый монизм. Чистый монизм, чистая имманентность. Здесь очевидное преодоление дуализма. Очевидное преодоление дуализма. Гей дальше говорит, что бытие, больше ничего не говорит. Говорит, что бытие есть в то же время ничто. Это можно понимать двумя разными способами. Можно понимать, да, вот это предмет, это форма. Форма значит, знает себя как форму предмета. Он сам полагает предмет, с которым соотносится. Предмет есть простое бытие. Тогда мы что имеем? Здесь рассуждение по типу, как в феноменологии. То есть, с одной стороны, мы имеем непосредственность предмета, или предмет как непосредственность бытия. Тогда предмет как бы давлеет над формой. Но это момент. Это как самостоятельный опыт, разумеется, не может мыслиться. Все уничтожается. А с другой стороны, мы имеем пустую форму. То есть, форму, которая соотносится с собой, как с формой. А вместо предмета, как бы, ничто. Не бытие. А у детей же предмет давлеет, потому что когда ночь сменяется днем... Мы в логике, мы уже в логике. Иначе мы уже совсем пропадем. Мы в логике. Теперь в логике говорит только одно. Бытие в то же время есть ничто. Не с другой стороны. Ну, с другой стороны, в том смысле, что в то же время есть ничто. А ничто в то же время есть бытие. Это можно понимать как действительно игру «это» и «этот». С другим смыслом этих слов. Потому что феноменологии «это» — это тождество сущности существования. А в логике уже нет. Там никакой ночь в логике, разумеется, нет. Но все равно «это» — в смысле предмета. И «этот» тоже с другим смыслом. В феноменологии это некое единство мыслящей и чувственной формы. А в логике только мыслящая форма. Мысль, знающая себя. Это ясно, уверен, написано. Это и без того, в общем-то, понятно. Мысль, знающая себя. Никакого чувственной формы здесь нет. И отличия мысли от чувства, логики тоже нет. Поэтому тут совсем другой смысл слов «это» и «этот». Но в принципе в смысле предмета или субъекта познания эти слова по-прежнему можно употреблять. «Бытие» — это господство предмета, момент господства предмета, а «ничто» — это момент господства формы над предметом, как этот предмет обращается в ничто. И форма соотносится с собой. То есть здесь непосредственность, момент как момент целостного опыта бытия, и здесь опосредование как момент. Это пустая форма, опять же. Пустая форма — это глупость. Но как момент — вот как бы так. Это одна интерпретация вот этого гегерского тезиса, что бытие в то же время есть ничто, а ничто — бытие. И другая интерпретация заключается в том, что в логике, в логической ситуации мы имеем опосредование, то есть в предмете мысли соотносятся с собой, в предмете мысли соотносятся с собой, и мы этот предмет, который сознание полагает, и в котором сознание соотносится с собой, мы этот предмет мыслим как бытие, но в то же время мы его мыслим как ничто, потому что в нем нет никакого содержания. Никакого содержания. То есть в обоих случаях речь идет о предмете. Опосредование остается. То есть здесь такое же опосредование, как и здесь. Здесь опосредование дает нам бытие, здесь то же самое опосредование в предмете дает нам в качестве предмета ничто. Это разные трактовки, разные интерпретации гегерского тезиса бытие есть ничто, а ничто бытие. На мой взгляд они разные. И во втором случае, и мы работали с первым случаем. И во втором случае... Можно сказать, что ничто есть некий предмет, это, по-моему, какая... Может быть предмет со стороны ничто? То есть это в соответствии всякой определенности. Потому что ничто-то не может стать предметом никакого? Понимаете, что я себя поразил? То есть предмет может выступить со стороны своего бытия, а может выступить со стороны своего ничто. Причем ничто просто именно потому, что никакой другой определенности предмета, какого бытия нет. То есть у него есть, и ничего сказать больше о нем нельзя. Поэтому он ничто. Если у него была определенность, тогда бы да, как бы можно было сказать, что он допустим бытие, и скажем про кошок. Но предмет просто бытие, как бы... А что он такое, ничего нельзя сказать. Поэтому ничто. Ну, один и тот же предмет, а не так, что два предмета. Какое-то ничто, какого-то нового предмета. Нет, один и тот же предмет, конечно, один и тот же предмет. Ну, тебе что подумал? Я подумал, что в логике бытие – это форма. Вообще логика – это движение форм. А что значит, что бытие – это форма? Это значит, что бытие существует лишь в отношении к ничто. Игорь пытается... Может, надо чего-то начинать? Он говорит, вот бытие, которое в то же время есть ничто. Сначала надо обосновать бытие. На самом деле, с самого начала бытие... И, в общем, тоже написано, это удивительно. С самого начала бытие... Понять бытие нельзя прежде ничто. Ты как бы так читаешь – вот бытие, хорошо. Я продумал, сложил мне какую-то лицу бытия. Потом я делаю второй шаг. Второй шаг. После первого шага делаю второй шаг. Пытаюсь отследить, как бытие превращается в ничто. И наоборот. Иначе как бы и не скажешь, наверное. На месте Гегеля трудно сказать иначе. Вот это движение показать. На самом деле, бытие определено как понятие лишь в отношении к ничто. И только и так можно понять и бытие, и ничто. То есть на самом деле первым понятием является отношение к ничто. Но казалось бы, само по себе бытие – это есть, может быть, положено не в качестве слова, а в качестве понятия. И все. Почему здесь форма? А что нам означает это? Просто нечто. Нечто. Но ты пока не определяешь. На самом деле, например, непосредственно. Да. Ничего не объясняй. Непосредственно. То есть понятие… Это простое непосредственно. Да, простое непосредственно. Понятие… Бытие, он говорит, начали – это простое непосредственно. Но это же ничего не объясняет. Но это позволяет не говорить о форме вообще. Ничего не объясняет, да. О форме мы не говорим. И следующим шагом тоже, когда мы говорим о ничто. Ну да. Но опять мы не говорим о форме. Мы конституируем это понятие через его бытие. Потому что есть если мы говорим о форме, то значит в наших темах мы говорим сразу о форме, потому что форма – это некая мысль. Понятие – это тоже некая мысль, да? Вот из бытия – это не одна мысль как бы, ничто – это другая. Все-таки форма… Форма это форма, а понятие – это понятие. Зачем поменять у него? Ну, например, у КАНа чувство и форма, пространство – это понятие. У КАНа формы… КАН, когда говорит о бытии, он говорит о мышлении, безусловно, но принципиально избегает разговора о форме. Форма – это только форма внешнего чувства, форма – это внутреннего чувства. Нет, у него все планеты – это форма. И он перестает, не говорит, он говорит, ну вот эффекты первоначального хода. Принет делится на красную точку, на форму шара и на деятельность мышления, которая состоит из утверждения того, что этот принет есть. Когда мы говорим о мышлении, то есть о бытийности такового, там нет места формы. Форма у нас вынесена за скотки. И здесь тоже, казалось бы, мы говорим о бытии как о некомпоненте. Но нет места формы, разговор о форме. Зачем сюда? По-моему, это разговор о теме. В нашем понимании. Зачем сюда понятие формы? В нашем понимании любая мысль, любое мышление – это форма. Любое понятие – это форма, потому что они относятся к мышлению. Просто это мыслящая форма, вот и всё. И как то же вы разделяете на чувственные формы пространства и время, а понятие у него – это как бы мысльная форма. Вот у него тоже слово «форма» есть. Мысльная форма, у него совсем стухлым видится. Они такие конкретные, типа… Ну, разговор о форме – зачем ведётся? Ну, есть, да, бытие – просто непосредственно. Мы рассмотрим в этом понятие. Понятие – это нам не произменено. Мы на него смотрим внимательно и видим, что оно лишено всякой определенности. Следовательно, не говорим о ничто. И говорим, что это одно и то же. Ничто есть бытие – бытие есть ничто. И опять разговор о форме не имеет ни следы. Я думаю, всё-таки это терминологически. Ну, может быть, терминологически, потому что понятие формы лечёт за собой определённый стиль. Стиль, да? Стиль построения, которого у Ригеля нет, потому что нет понятия формы здесь. Ну, Игорь, ну, о какой интуиции мы говорим, когда говорим, что бытие есть? Я рассуждаю вот таким образом её. У меня устраивается некая интуиция. Форма в предмете сознаёт по себе. У меня возникает интуиция бытия. Я это утверждаю, как некую интуицию. Ну, чем мне интуиция? Если есть форма, если есть предмет, он сознаёт себя, то, быть может, можно говорить, что это есть бытие. Но этот разговор насколько эманентнее и постояннее будет? Ну, только так я и могу понять. Потому что сказать просто есть интуиция непосредственности. Да, если есть интуиция непосредственности. Игорь говорит, нет ничего, что не было бы непосредственным и в то же время опосредованным. Ни на небе, ни на земле, ни на умышлении. Вы почему-то Гегелю приписываете вот просто непосредственности и недопосредованным. А опосредование формы это понятно не может быть. Нет, опосредованность там будет, но бытие будет опосредованное ничто, и что будет в последнем бытие? Ну, Лид Михайлович об этом не сказал, что они понимаются только друг через друга. А ты говоришь, что нет, не поводится какое-то бытие, которое сразу понятно, а потом... То есть есть непосредственное, которое без понятия форма, но оно и является опосредованным. Опосредованное через понятие ничто. Игорь, даже слово непосредственно нельзя понять непосредственно. А только через слово опосредование, где тоже два слова вместе. Нельзя ничего непосредственно понять, если нет, сразу опосредование. Опосредование всегда должно быть непосредственно, как нечто против того, что нечто другое опосредование. Я еще говорю, что при этом самом разговоре, если мы понимаем бытие, мы действительно понимаем, что бытие у нас появляется там, где форма сознает свое отношение к предмету. То есть форма сознает свое отношение к предмету. Но тогда мы являемся с тем дефектом. Всознает, утром сознает, вечером сознает, всегда она осознает. Но где же тогда ничто? Где-то самая ситуация, когда она может понять эту ситуацию, чёртую ситуацию. Но когда ночь выдохлась, тогда и получилась ничто. Нет уж. Ну а как? Он говорит, что ночь бытие. Понимаешь? А когда ночь выдохлась в этот день, тогда это получается, что на самом деле... Не отводи, не отводи. Науке, логике, ничто. Ну как? Вот непонятно. Нет, я говорю, понятно, не науке, логике, логике, а феноменологии. То же самое ничто присутствует. В виде того, что выдохлась, это истина что? Это ночь. Опять истина бытия выдохлась. Опять истина бытия выдохлась. Опять истина бытия выдохлась. Но нигде там и разговора ничто не речь не идёт. Злово ничто не идёт. День, который наступил на смену ночи, не является... День наступил... Пример, ничто. Пример, ничто. Понимаешь? Потому что ночь была в бытие. Вот это не так. То, что торжество было между ночью и вытие. И, когда наступает день, это означает, что как ничто наступает. А не так, что на самом деле сознание вдруг раз переключилась на день, как ни в чем не было. Когда, на самом деле, если она так переключилась, как ни в чем не бывало, то это означало бы, что вот это является не непосредственным этим, а всеобщим, который не важно, день, сейчас или ночь. Понимаешь? Она каждый раз становится ночью, когда становится ночь, и легко переходят к дню когда становится день потому что это всеобщее тогда стать это они единичные а у нас за задачу принять единичное это когда наступает как бы день получается что она наступает именно на и на бытие как ничто конечно или этот гильдер ничто не пишет просто понятно что но хорошо они ничто а любить и неправильно выйти и лучше на увидели штат убить и начать что утверждает афи кого нету пошли лейбер что ли утверждает носить на улице чтобы тие логики ведь форма есть форма которая соотносится с собой в предмете есть форма которая дает предмету смысл бытие если бы тени есть фор которая даю вот эти говорят и помню выполняя домашнее задание и где-то феноменологии там сравнили у геггера прочитали про сравнение феноменологии логики и там вот в последнем кусочке который вы засчитывали это было что логика работает движение форм движение чистых форм именно вот так то понятно что держите эту форму но вот по сравнению с феноменологии вот так вот понять бытие как форму это что значит значит понять что бытие есть не что бытие как форма существует лишь в отношении к ничто и соответственно ничто как форма существует лишь в отношении бытию поэтому строго говоря у геггера первым понятием является небытие с недоразумением только философское недоразумение или показывает движение чуть нам пишет чтобы быть не которые есть ничто потом вот не вторым шагом а бытие самого начала есть не что бытие как форма мыслиться понимаете только тогда когда мы принимаем отношение бытие и ничто мы понимаем что бытие есть ничто ничто и бытие мы получили первую форму первую форму осмысления а дальше начинается по-настоящему первую форма является становлением первым понятием понятием является становлением то есть переход от бытия к ничто к ничто бытие или говоришь с одной стороны это вообще одно и то же по другой стороне противоположны с одной стороны они непосредственно одно и то с другой стороны это чистое опосредование потому что они более далеких понятий не бывает вот даже этой непосредственности и опосредование непосредственность еще раз в том что они тождественные непосредственно тождественные вообще одно и то же не отличивая озвучена между ними нет вообще ничего в общем совсем ничего вот же этого гегель пытается построить понятие становление переход и первым понятием по-хорошему гегель является именно становление потому что еще раз понять бытие как форму не понимаю что бытие есть ничто нельзя а коли так то первым по-настоящему по-хорошему гегель является понять установление первое так что реальное понять ведением которому является вот это вот объяснение почему бытие есть ничто ничто и бытие а почему бытие есть форма потому что здесь нет содержание содержание это форма которая делает предмет бытие не делает ноль бытие а делает предмет бытие делает предмет бытие но тем самым она с другой стороны есть ничто предмет нет ничего что не давала бы форма а значит ничто мы имеем движение форм где первый шаг это движение тождество бытие и ничто быть есть ничто ничто есть бытие в этом утверждении быть есть ничто ничто и ничто есть бытие мы окажемся в мире форм в мире логики здесь мы окажемся в мире логики но не раньше не раньше раньше мы пытаемся разгадать понятие бытие таковое а может быть это и не так может быть это даже даже и не так а надо начинать с тождества бытие и ничто это мне совсем не пришло такое соображение пришло вот а если вернуться к нашему построению то мы-то занимаемся не специальной истории философии хотя много возимся но ты действительно работать как таковым предметом в истории философии работать не применительно к нам а просто вопроса как она есть это понятно как раз вот а если говорить о нашем построении то у нас есть становление предметов в актуальной форме на становлении не предмета как определенного предмет и как красного или глиняного а как предмет как у нас предмет становится как предмет в аристотеля становится но качество у гегеля ничего не становится феноменология ничто не становится просто есть но есть уже но она имеет смысл бытия а мы имеем дело совсем другим построением хотелось бы так соотнести как вы по существу почему получается соотнести когда мы упрекаем аристотеля в в круге тогда да мы говорим не что вполне понятно что если предмет становится но как качество мы имеем круг и тогда нужно говорить о предмете как остановли и если говорим основанием предметов установление предмета как предмет здесь разговор получается сравнить с гигелем путем то кстати вот опровержение его у нас получается как раз опровержение аристотеля нашим построением не просто продержи него в круг и все потому что ушли а вот вот так тут все все слышно все все понятно вот а у гигелем так вот содержательно пока не получается но ясно по крайней мере что у гигеля действительно бессовестно ночь дана как ночь а вот логике интереснее в логике предмет дан как существующий или просто как предмет содержание как содержание при условии что форма сознает себя как форма и тем самым полагает предмет как предмет полагает предмет как предмет но как старший но этот предмет оказывается ничего то что сегодня хочу сказать что на самом деле нельзя начинать вот с Тогда не соотнести. Но если верно, что когда форма полагает предмет просто как предмет, содержание просто как содержание, то есть как простое бытие, то это с самого начала то же самое, что сказать, что ничто. Ничего нет. Вот здесь, мне кажется, есть зацепка, которая может подвести нас к разговору о соотношении нашего построения и гегеревского построения. Если верно Гегер понимать так, то действительно гегеревское бытие действительно оборачивается ничьем. Ещё раз, понять, что такое бытие у Гегерева, можно только поняв, что у Гегера действительно бытие – это то же самое, что ничто. Не сначала понимаем бытие, а потом начинаем понимать, почему бытие в то же время есть ничто. А с самого начала, говоря о бытии, мы должны сначала сказать, что в бытие есть ничто, а потом уже понимать, что, собственно говоря, можно сказать о бытии, как о каком-то понятии. Если изначально у Гегера бытие – это то, что есть ничто, то, на мой взгляд, получается интереснее. Ну всё на сегодня. Спасибо.